Привет всем! Бета-блокаторы занимают важное место в лечении страдающих многими сердечно-сосудистыми заболеваниями и возникает вопрос, а какие бета-блокаторы лучше? Если сравнивать карвидилол и метапролол, то, помню, лет 10 назад было много данных в пользу того, что карвидилол лучше в тех случаях, когда сердечная недостаточность. Годы проходят, новые факты накапливаются и отношения к препаратам меняются. И вот что оказалось сегодня? Сегодня оказалось, и вот показало это исследование, что если речь идет о продлении жизни, то метапролол обладает преимуществами перед карвидилолом. Только лишь у пациентов, которые имеют к тому же еще и сахарный диабет второго типа, карвидилол лучше в отношении профилактики усугубления метаболических нарушений. Так что остается совсем немного выбирать, вы за продление жизни или просто за улучшение метаболических процессов, при имеющемся к тому же сахарном диабете. В свете этих данных приоритет нужно отдавать метапрололу. Хотя должен заметить, что все мы разные и по-разному реагируем на одни и те же лекарственные средства. Поэтому, если есть необходимость использования бета-блокаторов и делаете ставку на те же метапролол и карвидилол, так проведите опыты с острой фармакологической пробой. Посмотрите, какие результаты достигаете при назначении одного и назначении другого препарата. Потому что в этом индивидуальном случае может оказаться лучшим карвидилол, а в другом метапролол. Как ставятся острые фармакологические пробы, я рассказывал в одном из моих видео и ссылку даю на сей счет. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя и будьте здоровы!